Основные законы трения скольжения. Законы Кулона. Закон первый. Максимальная величина силы трения покоя пропорциональна модулю нормальной реакции опорной поверхности. Запишем. F максимум равно F на N. Возьмем в рамку. Безразмерный коэффициент пропорциональности F называется коэффициентом трения покоя. Он определяется опытным путем. Зависит от материала соприкасающихся тел. Состояние поверхностей. Рактор обработки. Температура. Влажность. Смазка. И так далее. В довольно широких пределах коэффициент F коэффициент трения покоя не зависит от размеров соприкасающихся при трении поверхностей. Сведения о коэффициенте F можно найти в справочниках. Я приведу только ориентировочные тут два значения. Запишем. Сталь по сталь. Сведения о коэффициенте F Дерево по дереву. Ну и четырех, четырех десятых до семидесятых. В зависимости от вида дериват. Дерево по дереву. Дерево по дереву. И так далее. Закон второй. Модуль силы трения движения также пропорционален модулю нормальной реакции опорной поверхности. Дерево по дереву. И вот это и движение тоже на нормальной реакции. Тоже на нормальную реакцию. Сила трения движения или сила трения скольжения также пропорционален модулю нормальная реакция опорной поверхности. Коэффициент трения движения, как правило, меньше коэффициента трения покоя. Отметим. Д. Меньше. Коэффициент трения покоя мы обозначили просто Р. Коэффициент трения движения, кроме указанных выше факторов, зависит от скорости скольжения тела относительно опорной поверхности. Причем при увеличении скорости убывает, стремясь к некоторому постоянному пределу. Закон третий. Сила трения движения всегда направлена противоположно скорости скольжения тела относительно опорной поверхности. Трения в технике играют двоякую роль. Трения, возникающие в опорах валов и соединительных шарнирах механизмов, приборов, машин, явления вредны. Его стараются по возможности уменьшить. Однако, силы трения, противодействия взаимному скольжению тел, не всегда препятствуют их движению. Напротив, в ряде случаев движение тел при отсутствии трения было бы вообще невозможно. например, движение автомобиля возможно благодаря силам трения, которые возникают между ведущими колесами и полотном дороги. если бы поверхность если бы поверхность дороги была идеально гладкой, то работа двигателя привела только к буксованию ведущих колес. Силы трения, препятствующие буксованию ведущих колес, являются теми внешними силами, которые приводят автомобиль в движение. Подробнее этот вопрос мы рассмотрим при изучении динамики. Дополним типы связей, рассмотренные в главе первой. Еще одной связи с шероховатой поверхностью. Представим себе тело, покоящееся на шероховатой поверхности. Активных сил, как и ранее, наносить не будем. Повторяю. Пусть тело опирается на шероховатую поверхность и находится в критическом положении равновесия. К нему приложена со стороны связи нормальная реакция и сила трения покоя F максимум. Нормальная реакция. Сила трения покоя. Сила трения покоя. Сила трения покоя. Рассматриваем критическое положение равновесия. Полная реакция равна и генетической сумме. Р наносим полная реакция. Р в критическом положении. R-максимум. Угол между векторами N и R-максимум. Фи называется углом трения. Запишите. Фи угол трения. Очевидно, что тангенс угла трения, тангенс Фи, он ведь равен тангенс Фи, и отношение F-максимум к N. А отношение равно коэффициенту трения покоя. Тангенс угла трения равен коэффициенту трения покоя. Направление F-максимум зависит от направления активности. Они здесь не показывают. При различных направлениях F-максимум, линия действия R-максимум, очевидно, опишет коническую поверхность, которая называется конусом трения. нанесем конусом трения. Поверхность, которая описывает вектор полной реакции опорной поверхности, при различных направлениях F-максимум, которая определяется направлением активных сил. Конус трения геометрически определяет область равновесия тела, находящегося на шероховатой поверхности. Вот такие геометрические понятия вносятся в изучение трения. Угол трения и конус трения. Причем тангенс угла трения, он оказывается равен коэффициенту трения покоя. составим геометрическое условие равновесия тела на шероховатой поверхности. Здесь показано тело, покоящееся на шероховатой поверхности. И нанесен конус трения, который, как я уже отметил, определяет область равновесия при наличии трения. Пусть активные силы, приложенные к телу, приводятся к одной равнодействующей, кой ее обозначен. К одной равнодействующей полной. Поставляющейся нормальный угол альфа. При равновесии тела полная реакция R, равна по модулю Q и направлена в противоположную сторону. в равновесии тела. Полная реакция R. Максимальная в каком-то променуточном положении. Силы Q и R разложим на составляющие. Озям координаты. S означаем R. Вертикальная составляющая P. Силы R тоже разложены. Две составляющие. Вертикальная составляющая это будет нормальная реакция поверхности R. а горизонтальная сила трения. А коральня F я обозначил. Тоже подчеркиваю не максимальная величина силы трения. здесь угол тоже альфа. Силы R. Очевидно, что P равно Q на косинус альфа и равно N в равновесии. P равно Q на косинус альфа и равно N. А S равно Q на косинус альфа и равно N. F Далее. Согласно закону Кулона сила трения покоя F меньше или равна F максимуму. А F максимум по изведению коэффициента трения покоя на нормальную реакцию. но F равно Q на синус альфа а N равно Q на косинус альфа. Поэтому можем записать, что Q на синус альфа меньше или равно F на Q на косинус альфа. Сокращаем на Q делим на косинус альфа. Получим тангенс альфа меньше или равен F а F равно тангенсу угла трения. Или альфа меньше или равно F. F Вот какое геометрическое условие равновесия тела. Где равновесие тела оказывается угол альфа составляемый равнодействующий активных сил Q с нормалью не должен превышать угла трения F. Приходим к важным в технике выводам. Во-первых, если линия действия Q проходит внутри конуса трения, то тело останется в равновесии при любом и весьма большом значении Q. И второе, если линия действия Q расположена вне конуса трения, то тело будет перемещаться и при малом значении Q. Продолжение следует... Продолжение следует...